друзья всем привет как я обещал свяжем муху на ту на которой я ловил на рыбалке вчера для этого нам понадобится крючок формы скат 10 номер латунная головка тяжеленная которая говорил ножницы монтажная нить черного цвета юни тренд 80 ровница для создания и формирования тела черная ровница красного цвета для создания точки атаки небольшой пучок дабинга подшерстка из кроличьего дабинга на кроличьи дабинга для утяжеления свинцовая проволока для обмотки для сегментации ребер можно так сказать вот такая юни франч это люрекс можно так сказать ультрафиолетовый лак ну и конечно ультрафиолетовый фонарик чтобы у нас данное тело затвердело так что смотрим дальше будем создавать ну что друзья вот берем крючок берем латунную головку вставляем продеваем точнее вот сюда вот вот головку прям на крючок все продели надели и зажимаем наш крючок тисочки все зажали дальше что делаем дальше берем проволоку свинцовую небольшой кусочек и будем ее немножко утяжелять головка вот эта латунная красного цвета она и так по себе уже по весу у где-то вес может 08 где-то 09 грамма вот но я утяжеляю папа больше потому что ловишь на глубинах от трех это и больше метров чтобы пойти побыстрее натонула вниз до дна находила так утяжелее все это дело не то что неровно это ничего страшного это сейчас все у нас закроется все вот так утяжелели берем те ровницу красного цвета и приматываем прям можно по свинцу проходить ничего в этом страшного нету вот дошли до загиба крючка здесь мы формируем точку атаки красного цвета будет у нас и вот так вот наматываем прям будем формировать как говорится жопку нашей мушки . таки кто как называть яйца клад есть такие вот названия по муховязанием все примотали то что вот это у нас тут неровности это ничего страшного друзья это все скроется и вот больше нам красно не тут не нужна красная ровница так теперь мы берем ровницу черного цвета также здесь прихватываем и уходим к загибу крючка где у нас сформирована точки . атаки красного цвета с лишкими отрезаем дальше берем проволоку юни юни френч золотого цвета отрезаем буквально сантиметров 10 и прихватываем ее снизу так вот здесь прихватили и теперь мы будем формировать тело чтобы у нас тело было ровно и никаких перепадов и скосов не было можно даже прижать вот ничего страшного нет в этом все и начинаем мы формировать скрывать наш свинец и формируем тело нашей будущей нимфы чтобы она была красивая ровно и без перепадов сформируем сейчас сделаем пару дней чтобы весь свинец у нас спрятался под ровницу чтобы он не было видно а он достаточно слишком толстая не будем делать потому что у нас еще будет покрываться сверху утро фиолетовым лаком тем самым но и придаст еще больше объем и все дальше вот которые все неровности вот здесь есть они все скроются и этого ничего видно не будет все берем дальше нитку юни тренд 80 и вот здесь вот ее прихватываем отрезаем извиняюсь друзья за насморк немножко каша простыл вот берем нашу проволочку и делаем так что нельзя забыл лучше сделать здесь небольшой полуизел чтобы у нас сейчас нитка не убежала ну там полуизла сделали все теперь вот мы формируем сегмент можно сказать что это ребрышки как и начинаем делать обмотку прям по телу шаг небольшой 9 миллиметра три может два вот пару оборотов мы достаточно все вот так вот мотали я здесь прихватили все слишком отрезаем все остатки мы прячем и сделаем полуизел все здесь нам больше пока нитка не нужно дальше что мы берем дальше мы берем ультрафиолетовый лак и наносим его прям на нашу мушку на тело нашей мушки прям капаем капаем капельку и вот хорошо бы кто из муховязальщиков есть у меня в подписчиках понимает меня что хорошо иметь тиски системы троу роторе то есть как у меня вот они крутятся по своей семь и тем самым этот лак он сам распределяет те места где есть пробелы очень удобно вязание конечно вот нанесли лак и можно так еще взять иголочку или дабинговую иглу и вот это все дело подровнять где есть небольшие пустоты закрыть также на иглу можно нанести капельку лака и вот нашу точку атаки пролачить побольше александр и тищенко если ты не смотришь тоже муховяз свяжи себе такую муху не пожалеешь пауку не я тебе говорю берет на нее вообще изумительно а где взять латунные головки такого цвета красные и довольно таки они тяжелые напиши мне вконтакте я тебе ссылку скину размер размер головки у меня вот этой латунной 38 миллиметра есть 3 2 миллиметра но в основном для наших карельских озер я использую 38 миллиметра самое то вот пролачили мы все это дело теперь крутим наши тиски уже извиняюсь еще раз за насморка вот и формируем ой не формируем а полимеризуем нашим фонариком ультрафиолетовым этот лак ну буквально секунд десять минут подержим его буквально до секунд десять я думаю подержим и он застынет да все лак застыл и лак кстати очень хороший без липкого слоя это вообще все дальше берем нитку опять юни тренд черную 80 и здесь прихватываем здесь мы сейчас будем накладывать даббинг но это подшерст подшерсток получается с кроличьего даббинга тут уже он конечно добавлен свои там это не натуральные не натуральные тоже крашены и вот берем небольшие щепотки наматываем даббингу иглу бетлю точнее кто петлей делает кто вот так как я прям на нитку наносим небольшой вот свою такую создаем вот и здесь вот так вот мы это все дело проматываем и можно отводить в сторону кута наталья 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 вот этого достаточно будет все дальше берем узловяз и узловязом форм уже делаем окончательный финишный узел раз и думаю пару оборотов хватит здесь все готово отрезаем все дальше можно что можно взять обычную иголочку и вот это даббинг вот так вот под расчесать немножко под вычесать чтобы он как говорится играл в воде вот это все дело так вот приложим потом мы пригладим если нету можно взять как у меня есть вот такое приспособление палка обычно из-под мороженого и здесь я приклеил от курток липучки с двух сторон и просто наш даббинг вот так вот под расчешим и все все лишнее вот так пальцами снимаем вот такая красота получилась довольно таки уловь что мушка получилось получается . атаки красная тело черная головка латунная красная ну и даббинг что он воде придает эффект какой-то свой играет он воде хорошо так что друзья вот такая вот баночка получилось ну все друзья всем спасибо за внимание и будем еще что-нибудь создавать всем пока пока